Здравствуйте! Сергей Емеденко, старая школа массажа и костоправства, метод ГИС. Вторая часть сексуальных проблем в работе массажиста. Что делать, если сексуальное желание возникло у нас? То есть вот работали мы, массировали людей, и все было нормально, и вдруг ложится на наш массажный стол еще одна женщина, и мы, ошеломленные, стоим и понимаем, что вот это воплощенное... воплощение всех наших мечтаний. Вот прямо сейчас срываем в себя халат и бросаемся на нашу живую мечту. Разумеется, мечта это вряд ли такому нашему действию обрадуется, к сожалению, или к счастью. Или наоборот, это принц. Принц, о котором мы мечтали всю свою девичью молодость. Вот он здесь, от самого его голоса колени начинают дрожать. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации нужно лихорадочно вспоминать физиологию. Во-первых. Потому что, как мы уже помним, сексуальное возбуждение это, в первую очередь, возбуждение в коре колонного мозга и прилив крови к половым органам. Все ту длинную цепочку физиологических реакций мы опускаем. Что делать? Изменять центр возбуждения в мозгу и перегонять кровь от половых органов в другое место. Поэтому, если есть возможность, мы извиняемся перед клиентом или клиенткой, убегаем куда-нибудь в подсобку, в туалет, куда угодно, подальше от него. И лихорадочно, тщательно, изо всех сил натираем ладони. Натираем как можно сильнее ладони, включая запястье. Примерно где-то на высоту рукавиц. Дамских перчаток, тех царских времен. Это все должно быть хорошо растерто, размассировано, как можно больше разогрето. Почему? Потому что, как мы помним, полагаю, что картинку видели эти все, она очень долго ходила по научно-популярным книжкам. Как мы помним, картинка проекции кора головного мозга, какие там части тела, сколько места занимает. Вот из этой самой картинки мы должны все, пожалуй, запомнить, что самое большое место в коре головного мозга занимает ладонь и лицо. Поэтому, если мы начинаем интенсивно разогревать, растирать, разминать ладонь вместе с запястьем, то мы таким образом усиливаем возбуждение в коре головного мозга, в той ее части, которая занимается управлением ладонью. То есть, мы с одной стороны ладонь разогреваем, хотя бы минутку, очень интенсивно, тщательно, хорошенечко. А когда ладонь разогрели, должно появиться тепло внутри. Оно, разумеется, не всегда появляется с первого раза, и лучше потренироваться заранее. Мало того, что эта тренировка перед будущей неожиданностью, такого рода растирание ладони утром, например, помогает быстрее проснуться, не в том смысле, что проснуться, а очнуться, разбудить, возбудить нервную систему, тонус в этой самой нервной системе включить. А во-вторых, это помогает от ревматических заболеваний, которые угрожают каждому массажисту. Как мы все помним, если, конечно, об этом говорили на курсах, именно ревматические заболевания ладони и запястья очень характерны для массажистов со стажем. Так вот, сначала мы эти ладони разогрели с минутку, а затем этими разогретыми ладонями начинаем растирать лицо. Не просто растирать, а еще и пошлепывать на разные стороны. Нам надо лицо разбудить, потому что, опять-таки, много там, в коре головного мозга, занимается лицом. Пошлепали по лицу, возбудилась, очнулась та часть головного мозга, которая занимается лицом. И, таким образом, возбуждение, которое нам мешало работать, оно за это время уже успеет пройти. Собственно, после этого возвращаемся обратно и продолжаем работу, уже более-менее в нормальном состоянии. Чтобы не провоцировать у себя повторение этих самых приступов, сексуального возбуждения, при работе дальнейшей следует как можно внимательнее концентрироваться на том участке тела, которой мы работаем. Потому что это самое возбуждение, оно пробуждается, оно включается ни с того ни с сего, обычно после каких-то триггерных точек. То есть, у каждого из нас есть какие-то, иногда это называется фетиш, но я не знаю даже, как это назвать. Есть какие-то части тела, которые именно и связаны с возбуждением. То есть, кого-то, например, грудь женская из мужчин возбуждает, а какую-то даму возбуждают мужские ягодицы, сама форма, а кого-то колени, или щиколотки, или ладошки. Многих японцев, как я читал, возбуждает шея, то есть, вот та самая, кусочек шеи между волосами и воротником. У каждого свои причуды. Так вот, когда мы работаем с человеком, вот как раз чаще всего получается так, что мы вот увидели тот объект, ту часть тела, которая нас возбуждает, и она включила всю ту цепочку реакций, которая привела к ненужным нам реакциям тела, этим самым объективным и существующим, независимо от нашего сознания. Если нет времени убежать, потому что иногда это бывает патагонка, когда мы должны работать, 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 прямо в режиме конвейера. Люди приходят, сделали 10-15 минут, вышел, зашел другой. Во многих европейских центрах, так называемого биологического восстановления, центра красоты, некоторых медицинских центрах физиотерапевтических, именно так выглядит работа массажиста. То есть, он приходит с утра, и целый день к нему идут люди, и он, собственно говоря, имеет время только на то, чтобы перекусить. И, как часто говорят тамошние массажисты, нет времени даже сходить в туалет, потому что расписано просто. Вот сейчас у тебя этот, а через 20 минут следующий. Включая время на раздевание, переодевание, выпивание воды и разговоры. Так вот, в такой ситуации, когда нет возможности оторваться от клиента, вот найти несколько минут разогрева ладони и активизации лица, в этой ситуации нам остается только сконцентрироваться максимально тщательно на том участке тела, который мы массируем. То есть, в общем-то, например, мы начали массировать плечо, увидели грудь, и это нас возбудило. Так вот, чтобы не возбуждаться больше, нам приходится смотреть исключительно на плечо, не на грудь, и не на ягодицы, и не на запястье, и так далее, и так далее. То есть, мы концентрируем внимание, это сложно, и это, конечно, требует определенных тренировок, но это пригодится. И, во-вторых, мы начинаем контролировать свое дыхание. Дыхание должно быть длинным. Длинный выдох, короткий вдох, длинный выдох успокаивает. Самый простой способ, конечно же, потеть. То есть, если вот испытал я возбуждение, и нет возможности от клиента оторваться, самый простой способ, это перейти на растирание какой-то крупной мышечной группы, например, поясница, а еще лучше спины, или того же бедра, и сделать несколько десятков мощных, растирающих движений, так, чтобы я запыхался, и так, чтобы я, ну если не вспотел, то, по крайней мере, появилась испарина. Эти мощные усилия, они как раз приведут к тому, что я эту самую кровь от своих половых органов заберу. Заберу в те мышцы, которые выполняют тяжелую физическую работу. Но, как мне вот давеча сказали, не везде это можно, потому что есть такие массажи, когда даже нельзя качаться телу человека под воздействием моих массажных техник. И тут, конечно, ты уже так особо человека не тиранешь, как следует. В таком случае концентрация внимания и долгий выдох. Ну, а самый надежный способ, потому что вот эти два варианта, то есть растирание ладони, растирание лица, один вариант, и другой концентрация всего внимания на том маленьком участке тела и длинные выдохи, ну, разумеется, не такие, чтобы человек подумал, что это с нами там такое произошло. Он не должен слышать этих... А-а-а, я успокаиваюсь, я спокоен. Нет, конечно же. Так вот, эти два варианта, они очень хорошо работают, но если человек у нас, ну вот, вызывает возбуждение какая-то прекрасная дама, и она приходит, и приходит, и приходит. И каждый раз вот приходится с этим бороться. В таком случае приходится использовать третий вариант, который многим не нравится, который многие считают даже прям-таки непорядочным. То, что называется «стянуть ангела на землю». Найти у человека, который нам очень нравится и мешает нам выполнять наши профессиональные обязанности, найти у человека у этого недостаток. Если нас тело возбуждает, недостаток физический. Если кажется, что человек воплощение всех добродетелей, недостаток психический. Дело в том, что, как бы человек ни казался нам идеальным, совершенным и прекрасным, у каждого из нас есть какие-то слабости, и никто из нас несовершенен. У самой прекрасной женщины могут быть, ну, я не знаю, например, некрасивые пальцы на стопах. То есть вот они такие длинные, что кажется, если она на дерево влезет, то этими пальцами сможет хвататься за дерево, как обезьяна. Или, к примеру, тонкие пальцы на руках, там, какие-то тонкие запястья, как у паука. Или некрасивые соски на груди. И у мужчины то же самое. У кого-то ноги воняют, у кого-то там какой-то подбородок такой слабый. То есть он вроде казался такой настоящий мужик, а потом смотришь под другим углом, а у него подбородок скошенный и какой-то совершенно безвольный. Или смеется, может, дама эта прекрасная, как какая-то неврастеничка, истеричка. У каждого есть недостаток. Если мы этот недостаток найдем, человек хуже не станет. И мы не сделаем какую-то подлость по отношению к нему. Мы просто сможем, наконец-то, выполнять свою работу так, как ее следует выполнять. То есть высококачественно, с полным вложением сил, и психических, и физических. В том, что мы выполняем массаж. Мы не выполняем сексуальные услуги и прочие там всякие разные дела. Люди к нам приходят за хорошим самочувствием. Давайте об этом не забывать. Ну, а что касается любви, такой настоящей, глубокой, истинной любви, возможно ли она в работе массажиста? Об этом мы поговорим в следующий раз. До свидания. Сергей Демиденко. Старая школа массажа и костоправства. Метод ГИС. Пока.